Вообще вот я в последнее время имею довольно напряженные ситуации, когда я уже один начал работать с водителем. Это такие неординарные ситуации, которые нужно как-то решать быстро. И иногда бывает такое, начинаешь уже немножко загоняться, но чаще всего бывает это как вызов такой. И мысли такие интересные, а как же я выпадаюсь из этой ситуации? То есть ситуация по-любому, она рано или поздно закончится, завершится, то есть завтра будет день, завтра этой ситуации уже не будет. И думаешь, как же это все разрешится с таким каким-то небольшим азартом что ли? Ну, мне кажется, такие ситуации делают сильнее человека уже, если правильно к ним относиться. Тогда они помогают развиваться и все новые и новые испытания преодолеваются все легче и легче. И там, ну, любой трудности, даже какие-то, даже потеря телефона, и то как-то она, она меня немного сделала таким более свободным, более свободным от телефона. И в то же время она позволила совсем по-другому, другими глазами взглянуть на телефон. У меня как-то удобно и комфортно иметь телефон. не просто как зонду ходить с телефоном, а именно иметь его как средство для, как инструмент для выполнения каких-то потребностей. В интернете что-то найти полезное, там, в карты какие-то посмотреть, место, куда нужно приехать. Или снять, там, фотографии делать, видео какую-то снять. Очень полезная штука, то есть этого всего не замечаем, как правило, когда уже пифтлены пользуемся пифтленами. Есть как стиральная машинка, ее не было и нормально всем было. Вот, появились стиральные машинки, и людей быстро растащило, и теперь стоит стиральной машинке поломаться, и уже совсем неудобно вручную стирать. Вот, такая есть, такие блага цивилизации, они, конечно, человека, с одной стороны, они человека немного разлагают, и, ну, такой вот, способствуют какой-то лени. Но, с другой стороны, они соблюдают какое-то время, которое человек редко использует, с пользой. Но они дают человеку время, возможность развиваться и что-то познавать новое, как-то работать над собой, ну, заниматься самопознанием и тема. Это не обязательно, можно просто тащиться от жизни и радоваться. Жизнь так хочется. Здесь и сейчас. Сейчас я буду ездить грушу. Я это иногда делаю во время движения. Я иногда могу поесть яблоко, либо чувствую мандарину, бензину. Вот, что-то вчера я купил. Килограмм вот два груши. Как-то мне захотелось груши. Буду на выходной. Еще у меня в холодильнике полный холодильник. Полный холодильник мандаринов. Наверное, килограмм четыре мандаринов. Кампуста. Да, люди, короче, говорили, неоднократно разные люди, что я слишком мало улыбаюсь при общении. Но надо больше позитива, больше улыбки. Ну и правда, я, на самом деле, такой угрюмый с детства. И периодически у меня бывают такие просветления, когда я все время радуюсь и такой на драйве. Вот. Но иногда бывает, особенно когда я начинаю есть там, не высыпаться или там есть тяжелую еду, тогда начинается такое более, ну, такое пассивное, подавленное такое состояние. Но когда начинаешь двигаться, когда начинаешь себя разгонять, тогда появляется позитив. Даже сейчас я начинаю думать об этом, начинаю говорить как-то более бодро. То есть, достаточно просто подумать, в это состояние можно входить. Такое состояние может быть депрессии, апатии, там, какое-то негативное состояние, но оно, из него можно выяснить, это просто привычка мышления. Привычка мышления беспокоиться, мыслить о чем-то плохом, или там кого-то осуждать, там, думать о всякой херне. Как в том анекдоте, где бабка с дедом сидят, а дед облизывает ложку и по лбу бабе как дал. А! Жень, да, типа баба сидит, чаякает, дед взял ложку и по лбу как дал, но она перестала чаякать. Потом едят дальше, едят и едят. Потом дед берет ложку и по лбу папе как дал. Она такая, за что? Я уже не чаякаю, а я как вспомнил, чаякал такой. Ну, короче, я не умею рассказывать анекдоты. Я вообще ужасный оратор, я ужасный оратор, короче. Я сейчас говорю и сам себя просто стекусь с того, какой я. Не мне рассказывать какие-то случаи жизненные, не мне рассказывать анекдоты. И вот это, короче, прикольно. Я стараюсь работать как собой. Я стараюсь раскачивать свое состояние немного. Я стараюсь как-то менять свое мышление, свое настроение, у меня свое отношение к себе, чтобы убрать мою какую-то такую, может быть, иногда неуверенность. Иногда, когда накапливается много стресса, тогда появляется такая зашоренность с ума, и ты начинаешь неадекватно оценивать все вокруг. Ты не видишь траву, ты не видишь эти зеленые поля, не видишь, что опять сидят 500 замечательных в салатовом свете. И тогда жизнь обретает темные краски и мрачные. Хотя одна и та же жизнь сегодня и завтра может быть. Одна и та же жизнь, ничего не меняется, обстоятельства все те же самые. Сегодня может быть плохое настроение. Или сегодня, например, хорошее настроение, а завтра оно почему-то становится плохим, хотя ничего не ухудшилось. Или наоборот. И при желании человек может своим намерением, своим желанием всегда отобиваться хорошего состояния, хорошее расположение духа. И тут не надо ничего искать для этого. Просто хочешь быть счастливым, допустим, банальное такое выражение. Но оно реально, оно работает. И для этого достаточно лучше поднять. Сейчас мне товарищ приятел эту книгу посоветовал. И там как раз, ну, самая первая, вторая глава все сразу описывается. Мне это прямо понравилось, что человек живет под гипнозом. Под гипнозом окружающих, под гипнозом своим же гипнозом. Когда он повторяет одно и то же, одни и те же какие-то установки повторяет. И пару раз повторяет, и потом оно у него закрепляется, и он привыкает. Привыкает так думать, привыкает так действовать, привыкает так поступать. И просто мы живем среди зомби. Мы сами зомби. У нас автоматическое мышление, автоматические действия. Люди делают не то, что хотят, а то, что они, то, чему их научили, то, чему их приучают. Как дрессированные, дрессированные, кто там дрессированный на полку водит. И в том недоанекдоте про деда с бабой, там еще потом они опять едят, едят, а потом дед дед берет и опять с ложкой бабу в полку отдал. А за что, типа, сейчас? Он говорит, типа, сидишь и ешь, херню про меня всякую думаешь. Ну, я не знаю, это, может быть, уже смешались кони-люди, уже, может быть, несколько анекдотов смешалось поединок, и я, короче, уже не помню. Это было давно в этом. Ну, в моем детстве было. У меня память не такая надежная, как, не знаю, как карандаш. Самый тупый карандаш куда лучше, чем самый острый памятник. Куда надежнее, чем самый острый памятник.